Бисмиллахи рахмани рахим, Альхамду лиллахи раббил алямин, Хамдан кассиран, тайбан, мубаракан фи хи, ванусалли и ванусаллиму аля набийна Мухаммад и аля алихи ва сахбихи аджма'ин. На прошлом уроке мы разобрали с вами некоторые виды поклонения, которые перечислил автор, желая указать, что все виды поклонения, разные виды поклонения, все они должны посвящаться Аллаху. И он привел доводы на эти виды поклонения. Мы разобрали с вами часть этих видов поклонения, а часть у нас осталась нерассмотренной. Мы остановились на таких видах поклонения, как рахба, чаяние, рахба, боязнь, опасение и хушу, смирение. После этого автор приводит довод на такой вид поклонения, как аль-хашья, аль-инаба, алистиана, алистиаза, алистигаса, приводит доказательства на аль-забх, то есть закалывание, и приводит доказательства на назар, обед. Благодарит, рахм Аллаху та'ала, и далилил ал-хашья, каулаху та'ала, На остережение аль-хашья указывает высказывание Всевышнего. Не остерегайтесь же их, остерегайтесь меня. На обращение аль-инаба указывает высказывание Всевышнего. И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему. На просьбу о помощи аль-истиана указывает высказывание Всевышнего. Только тебе мы поклоняемся и только у тебя просим о помощи. В хадисе говорится, Если просишь о помощи, то проси у Аллаха. На прибегание к защите аль-истиана указывает высказывание Всевышнего. «Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета» и «Скажи, я прибегаю к Господу людей» На мольбу о спасении «Аль-Истихата» указывает высказывание Всевышнего «Вот вы попросили своего Господа о спасении, и Он ответил вам» На заклание «Аз-Даб» указывает высказывание Всевышнего «Скажи, поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть моя ради Аллаха Господа миров Нет у него сотоварища, это мне приказано, и я первый из мусульман И Сунны, Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху На обед «Ан-Назр» указывает высказывание Всевышнего Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается Итак, такой вид поклонения, как «Аль-Хашья» Мы говорили с вами, что виды поклонения бывают Виды поклонения связанные с сердцем Виды поклонения связанные с языком И виды поклонения связанные с органами «Аль-Хашья» это вид поклонения связанный с сердцем Что такое «Аль-Хашья»? «Аль-Хашья» остережение «Фалятахшавумахшавуни» говорит Аллах Субханамуа Та'аля Не остерегайтесь их, а остерегайтесь меня, то есть посвящайте хашья мне, говорит Аллах. Что такое хашья? Аль-хашья – это страх, да. Кто-то скажет, но мы же уже говорили про страх, аль-хауф. Аль-хашья – это страх, это аль-хауф, но особый вид страха, потому что страх имеет разные виды. Так вот, аль-хашья – это такой страх, который основан на знании, то есть у кого есть знание и он остерегается, вот это есть аль-хашья. То есть аль-хауф – страх, это вообще нечто что? Общее. Это нечто общее. А остережение – это особое, нечто особое, более специфичное, потому что страх аль-хауф, он может быть у всех. А аль-хашья – остережение, может быть только у знающих, у обладателей знания, у ученых. Поэтому Аллах говорит в Коране, «Иннама яхша Аллаха мин аибадихи аль-улема» – поистине остерегаются Аллаха из рабов Его знающие. «Иннама яхша» – остерегаются хашья из рабов Аллаха кто? Знающие. Поэтому, если спросят вас, что такое аль-хашья, что такое аль-хашья, остережение, вы скажете, «Это страх, основанный на знании о величии и совершенстве власти того, кого боишься». Вот что такое аль-хашья. Еще раз. «Это страх, основанный на знании о величии и совершенстве власти того, кого боишься». Это аль-хашья. Так это нечто более особое, чем страх. Мы говорим часто, что нужно получать знания, побуждаем к этому. Приводим аяты, приводим хадисы, приводим высказывания о улемах, побуждающие к получению знания. Так вот, одна из причин, которые мы упомянем сегодня. Почему нужно получать знания? Их много. Но одна из причин. Чтобы иметь хашья. Если ты хочешь быть из обладателей хашья, вот этого особого вида страха, ты должен получать знания. Потому что незнающим этот вид страха не дается. Нет у них. Следующий вид поклонения, о котором говорит шейх, рахима Аллаху та'аля, это аль-инаба. Аль-инаба. Обращение. Аллах, субхану Аллаху та'аля, хвалит тех, у кого есть инаба во многих аятах Кур'ана. Аль-инаба. Обращение. И автор приводит здесь доказательства из Курана, из шуры Зума. И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему. Что такое аль-инаба? Внимательно. Обращение. Что это за вид поклонения? Это руджу' иля Аллах. Это возвращение к Аллаху та'аля, путем выполнения того, что Он приказал, и оставление того, что Он запретил. Оставление пригрешей. Еще раз. Что такое аль-инаба? Это возвращение к Аллаху. Человек возвращается все время к Аллаху, Субхану Аллаху, делая то, что приказывает Аллах. То есть покоряясь Ему. И наоборот, оставляя пригрешение. Получается, что инаба, обращение, поклонение близкое к чему? К толбе. Толба – это тоже обращение, возвращение к Аллаху, Субхану Аллаху. Толба – возвращение к Аллаху, Субхану Аллаху. Но инаба – это нечто более особое, чем тоуба, нечто более тонкое, чем тоуба. Почему? Потому что инаба сопровождается чувством. Каким? У человека чувство опоры на Аллаха. При этом он опирается на Аллах и прибегает к Аллаху. Тоуба – возвращение к Аллаху от греха. Правильно? Это тоуба. Возвращение к Аллаху от греха. От греха человек возвращается к покорности Аллаху. Это тоуба. Это тоже возвращение к Аллаху. Но при этом есть в сердце человека упование, опора на Аллах, поиск защиты Аллах. Еще что можно сказать. Отличие тоуба от инаба. Внимательно. Потому что многие люди не понимают, в чем разница между тоубой, покаянием и инаба, обращением. Тоуба – что такое, мы сказали? Когда человек после совершения греха возвращается к Аллаху, к покорности ему. Это тоуба. А инаба – не обязательно после греха возвращение. Это вообще все время человек обращается своим сердцем, возвращается к Аллаху. Не только после греха, но и после беспечности. Просто человек отвлекся от поминания Аллаху, отвлекся от мысли об Аллаху, от обращения к Аллаху. И он после этого отвлечения какого-то кратковременного опять возвращается к Аллаху. Он все время, у него вот это обращение, возвращение к Аллаху. Это инаба. Из-за того, это понятно? Хорошо. Аллах, Субханава Тааля, говорит, Этот аят приводит автор. И обратитесь к вашему Господу. Анибу, то есть инаба. То есть у вас будет к вашему Господу. И предайтесь ему. То есть пусть будет инаба и пусть будет ислам. Предайтесь. Предайтесь. Аслимуля. То есть отдайте себя Аллаху, Субханава Тааля. Безраздельно. Своё дело отдайте Аллаху, Субханава Тааля. Подчините себя и свою жизнь Аллаху, Субханава Тааля. Безраздельно. Потому что ты раб. Поэтому подчини себя, свою жизнь, свои дела Аллаху, Субханава Тааля. Если ты раб, тебе не остаётся ничего. У тебя нет выбора. Кроме довольства решением Аллаха, Субханава Тааля, твоего Господа. Предать Ему себя. Смиренно покориться Ему. Сдать себя Аллаху, Субханава Тааля. Сдача себя Аллаху, Субханава Тааля. Уаслимуля. Мы будем дальше с вами говорить сегодня, иншаллаху Тааля, что ислам это, что такое? Это предание себя Аллаху через Единобожие, через Таухид. Это повиновение Ему через подчинение. Это отречение от Ширка и приверженцев Ширка. Это ислам. Итак, это был какой вид поклонения? Ал-Инаба. То есть Аллах Субханава Тааля сделает нас из обладателей Инаба. Следующий вид поклонения, который упоминает автор Алистиана. Если вы слышите слова в арабском языке, которые начинаются с этих букв, слышите такие слова, знайте, что эти слова указывают на просьбу о чём-то, стремление к чему-то, желание получить что-то. Истинфар. Что это? Просьба о чём? О прощении. Верно? Истинфар. Просьба о чём? Убежище. Кули аузу берам. Хорошо? Истинфар. Это просьба? Истинфар. Просьба чего? Аун. Аун это помощь. Помощь. Ты просишь у Аллаха Субханава Тааля помощь. И говорит автор доказательства на этот вид поклонения. Алистинфар. Просьба о помощи. Аяты суры аль-Фатиха. И яка на аубуду, и яка на стаин. Лишь Тебе мы поклоняемся. И лишь Тебя просим о помощи. Раньше мы с вами говорили, что алистиана, алистиаза, алистигаса, дуа, шафаа. Мы говорили с вами, что можно ли эти вещи, с этими вещами обращаться к творениям или нет. Мы сказали, если речь идет о вещах, которые находятся в пределах возможностей людей. Так Аллах Субханава Таал людям на это, что возможно. Это в пределах их возможностей. Тогда можно обращаться с чем? С дуа, с истиаза, с истиаза, с истиаза, с шафаа, истиана к творениям. Но при наличии скольких условий мы говорили с вами? Четырех условий. Каких условий? Это должен быть живой. Это должен быть присутствующий. Это входит в его возможности. Он может это. Четвертое. Ты должен иметь убеждение, что это он лишь причина. А помогает Аллах Субханава Тааля или дает спасение Аллах Субханава Тааля. Так это в вещах, на которые способны люди. При четырех условиях можно обращаться к людям с этим. А в вещах, на которые способен только Аллах Субханава Тааля. Просить, например, прощения грехов. Или просить даровать благое потомство. Или просить даровать ему благою жену. Или риск, достаток. Или продлить его жизнь. И так далее. Даровать ему рай. То, что касается Ахира. Это к кому? Только к Аллах Субханава Тааля. Если человек обращается с этим не к Аллаху, то это будет ширк. Ширк-уль-акбар. Большой ширк. Ширк, который вводит человека из религии. Который вводит в ад навеки, если человек не покается в нем. А то, что касается вещей, находящихся в пределах человеческих возможностей. Мы сказали при наличии четырех условий. Если какого-то из условий нет, из этих четырех. То тогда истиаса, истиана, истиаза, дуа будут неправильными с точки зрения шариата и запрещенными. Понятно? А может быть даже что? Может быть и ширком. В некоторых случаях. Вот так истиана. Истиана, что это? Мы говорили, когда ист, мы слышим это что? Просить о чем-то. О чем просить? Помощь. Просить о помощи. Если мы какого-то человека просим помочь нам в чем-то, перенести какую-то вещь, например. Или помочь нам разобраться в какой-то науке, например. Это истиана. Дозволено это или нет? Дозволено. Почему? Этот человек живой. Он присутствует. Это не какой-то таинственный шейх, который где-то в Афганистане или в Пакистане. Это в пределах его возможности. Он может нам помочь. И что? Мы знаем, что это всего лишь причина. Мы получим результат, если Аллах, субхану на таля, даст его. И в качестве доказательства истиана, истиана вид поклонения, когда речь идет о вещах, на которые способен только Аллах. И тогда к кому-то обращаться можно с этим видом поклонения только к Аллаху, субхану на таля. Обращение к Аллаху будет большим ширком. Доказательство иякана, аудова иякана станет. Лишь тебе мы поклоняемся и лишь тебя просим о помощи. Лишь у тебя просим помощи. Мы с вами ранее говорили, что в арабском языке есть такой прием, такая особенность. Если какая-то часть предложения, которая должна стоять в конце предложения, но выносится почему-то в начало предложения, выносится в начало предложения, то что дает этот прием, этот метод? Он передает значение какое? Ограничение, ограниченности. И яка наобуду. Лишь тебе мы поклоняемся. Аллах, субхану на таля, не говорит наобудука. Наобудука. Настаин, убитка. Говорит иякана, аудова иякана стаин. То есть местоимение тебе, тебе, у тебя вынесено вперед. Для чего? Хотя обычно оно бывает что? В конце предложения, в конце словосочетания. Почему? Для того, чтобы дать значение чего? Хасар это надо говорить. Ограничение. Только. Только тебе поклоняемся. Только. И только у тебя просим о помощи. Понятно или нет? Дальше. В этом аяте. Ияка наобуду, яка настаин. На что указывает этот аят? Очень важную вещь. И очень важный принцип, который придерживается. Ахласуна ваджама. Этот принцип объясняет человеку. Ахласуна ваджама. Рахмаллаху та'аля. В Тадмурии, в других своих трудах, объясняет этот принцип. Что раб, раб Аллаха, должен обязательно сочетать в себе две вещи. Шариат и предопределение. Ашшара и Аль-Кадар. Ашшара и Аль-Кадар. Ахласуна ваджама говорит об этом. Это путь Ахласуна ваджама. Сочетание шариата и сочетание предопределения. Что это такое? Как это понять? Сочетание шариата и предопределения. То есть человек должен сочетать в себе веру в предопределение и в то же время, что в совершение деяний. Должен совершать деяния и в то же время верить в предопределение. Обязательно эти две вещи должны быть у человека. Это особенность Ахласуна ваджама. Как это практически выглядит. Человек должен хорошо думать об Аллаху. Хорошо думать об Аллаху. Надеяться, что Аллах избрал его быть из числа обитателей рая. Надеяться на это. Хорошо думать об Аллаху. И вот надеясь на это, надеясь на Аллаха и хорошо думать об Аллахе, на этом поставить точку? Это часть какая у него? Кадр. Да, предопределение есть. Он надеется, что Аллах по милости своей предопределил ему рай, предопределил ему быть праведником. Но здесь точку ставят? Многие ставят, да, к сожалению. Нет. Обязательно должна быть вторая часть. Шара. Теперь ты должен поступать, совершать деяния в соответствии с шариатом Аллаха. Субханава Тааля. Совершать праведные деяния. Без этого никак. Сподвижники спросили пророка Алейсалату Ассалам, когда узнали о предопределении, они сказали, а зачем тогда деяния? Если уже Аллах Субханава Тааля предопределил, если известно, кто будет в раю, кто будет в аду, Аллаху Субханава Тааля все известно. И записано, зачем тогда деяния? Пророка Алейсалату Ассалам, что сказал? И ямалю. Совершайте деяния. И каждому облегчено то, для чего он создан. Каждому облегчено то, для чего он создан. Ты совершай деяния. Надеясь, что Аллах Субханава Тааля сделал тебя из обитателей рая, совершай деяния. Ты будешь совершать праведные деяния, Аллах Субханава Тааля будет облегчать тебе путь к раю. Это убеждение Аллах Субханава Тааля. Совершайте деяния, каждому будет облегчено то, для чего он создан. Так, внимательно. Что сочетается в верующем человеке? Вера в предопределение. Обязательно. Вера в предопределение, включающая в себя понимание того, что ты сможешь быть из счастливых. Ты сможешь спастись от злосчастья, от ада, только по милости, только по предопределению, только по воле Аллах Субханава Тааля. Вот это у тебя должно быть четкое осознание вот здесь. Какое? Что ты сможешь спастись и сможешь обрести счастье только по предопределению, по милости Аллах Субханава Тааля. Что ты сможешь совершать деяния, у тебя получится совершать праведные деяния, только в каком случае? Только в том случае, если Аллах Субханава Тааля поможет и поддержит тебя. То это вера в предопределение. Отсюда вытекает безраздельное упование только на Аллах Субханава Тааля. И вообще ты не уповаешь на свои силы, на свои возможности, на свои старания, на свои усердия, не уповаешь. Итак, что есть? Мы сейчас одну часть сказали. Веришь в предопределение, осознаешь четко, что спастись и обрести счастье сможешь только по милости и предопределению Аллах Субханава Тааля, его воли. Что не сможешь ничего совершить из благих деяний, если Аллах не поможет и не поддержит тебя, не отведет от тебя злые причины разные. И это заставляет тебя безраздельно уповать только на Аллах, не надеяться на свои силы, не надеяться на свои старания. После этого совершаешь праведное деяние. Совершаешь деяние в соответствии, неукоснительно соблюдая шариат Аллах Субханава Тааля, неукоснительно выполняя то, что предписал Аллах Субханава Тааля из деяний поклонения. Вот эти две вещи должны быть. К сожалению, люди делятся на четыре группы выполнения этого принципа. Какой принцип? Яко на Абуду, яко на Стоит. Посмотрите, сколько много в этом аяте. Есть люди, которые и не поклоняются Аллаху, и не надеются на помощь Аллах Субханава Тааля. Не просят у него помощи. Ни того, ни другого нет. Это самое худшее. Есть люди, которые надеются на помощь Аллах Субханава Тааля, уповают, но при этом ничего не делают из того, что приказывают Аллах Субханава Тааля. Или не соблюдают то, что предписал Аллах Субханава Тааля, как положено. У них есть ияко на Стоит, но нет чего. Ияко на Абуду. Эйбада нет. Но есть истяна, они надеются, они уповают, они просят на помощь, надеются на помощь. Но нет айбада. Есть люди, у которых есть айбада. Да, мы видим, как они усердно стараются выполнять поклонения, но при этом они не уповают на Аллах Субханава Тааля. Они не осознают, что их усердие, их старания ничем не помогут. Им если Аллах Субханава Тааля не поможет. У них нет этого безраздельного упования на Аллаха в чем? В поклонении. Есть ияко на Абуду, но нет чего? Ияко на Стоит. Поклоняются, но в поклонении не уповают на помощь Аллаха Субханава Тааля. Все вот эти три группы, они на ошибочном пути. Только одна группа на правильном пути. Те, которые сочетают, что ияко на Абуду, ияко на Стоит. Тебе поклоняемся, тебя просим о помощи. Шариат совмещает с чем? С предопределением. Соблюдение шариата с верой в предопределение. Особенно в вопросах поклонения нужно помнить про истиана. То есть про обращение за помощью к Аллаху. Про упование на Аллаха. Посмотрите, людей уповающих много. Но люди уповают в основном и просят о помощи у Аллаха в чем? В мирских вопросах. Вопрос ризыка просят помощь у Аллаха. Вопрос пропитания просят у Аллаха. Вопрос заработка, достатка. Вопрос женинбы просят помощь у Аллаха. Вопрос рождения детей просят помощь у Аллаха Субханава Тааля. Но попросить у Аллаха помощи, поклоняться Ему, как положено, очень мало кто просит. В религии, в поклонении помощь просить у Аллаха мало кто просит. А это и есть самое главное упование, самое главное истиана. Проси у Аллаха помощи в даава. Призывающих много, но кто из призывающих просит у Аллаха помочь ему вести даава? Правильно, успешно, в соответствии с сунной. Совершающих намаз много, но кто Аллаха просит помощи, чтобы он помог хорошо совершать намаз? Делающих зикר много, кто просит помощи и так далее. В аибада, прежде местных вопросов, в аибада надо просить помощи, чтобы Аллах помогал. Иben, Каим говорит, если бы вы уповали на Аллах, если бы люди уповали на Аллах, это так положено. И было бы возложено на них сдвинуть гору, если бы они просили помощи в Аллах и уповали как положено, у них бы это получилось. Но слабый того, коли слабая истяна у людей. Таким образом, Расуллова Джамаа сочетает в себе две вещи. Веру в предопределение Аллаха и соблюдение шариата Аллаха. И довод на эту важную позицию. Этот важный принцип какой? И яка наобуду, и яка настаинь. Не останавливаться на яка наобуду. Ты не сможешь сам. Обязательно яка настаинь. И автор говорит, в хадисе говорится, если просишь помощи, то проси у Аллаха. Мы говорили с вами, если речь идет о вещах каких? В вещах, на которые способен только Аллах Субхану Ата'аля, то, конечно, просим только Аллах Субхану Ата'аля, истяна, обращаем только к нему. Если не к нему, то это что? Ширкуль-Акбар, выход из религии. В вещах, в которых могут тебе помочь в творении. Аллах Субхану Ата'аля дал им такую возможность. Здесь хадис же, он, посмотрите, общий. Здесь же не сказано только в таких вещах, а не в таких. Что скажешь? Если просишь о помощи, то проси у Аллаха. Это что значит? Это значит, что в вещах, в которых творение, люди могут тебе помочь, здесь все равно проси помощи у кого? У Аллаха Субхану Ата'аля. И если даже ты у творения попросил помощь, уповаешь сердцем на кого при этом? На Аллаха понимаешь, что это творение это просто причина. Поможет? В каком случае? Если Аллах Субхану Ата'аля позволит помочь. Поэтому не привязывайся сердцем к его помощи. Многие люди привязываются к людям в вопросах помощи. Надеются, вот он должен приехать, он должен помочь, он должен дать, он должен решить мою проблему. И надеяться на него. Нет, попросил, но вообще сердцем не привяжись. Сердцем к Аллах Субхану Ата'аля. Если есть возможность вообще не просить творения, обходиться теми силами, которые дал тебе Аллах Субхану Ата'аля, это лучше. Поменьше обращаться к творениям. Когда человек много обращается к людям с разными просьбами, это к чему приводит? Потому что его сердце потом привязывается к творениям. Хорошо. А пророк Алиса Ата'аля сам говорит, кто старается обходиться без помощи людей, то Аллах Субхану Ата'аля помогает ему обходиться. И сахаба таковы были, мы знаем, да. И многие из них, когда у них падал кнут, что-то падало на землю, они сами спускались с верхового животного и брали. Это даже не просили людей, чтобы не привязываться к творениям. Но просить о помощи творения, где оно может помочь, в нужде, мы сказали, можно. Но только два принципа. Каких? Сердцем при этом уповаешь на Аллаха, только. Второе, что если можно обойтись без просьбы к творению, лучше обходиться без просьбы к творению. На вещах, на которые способен только Аллах, конечно, это обращаем только к Аллаху, это Айбада, и посвящение не Аллаху, это большой шерк. Дальше, следующий вид поклонения. Алистиаза. Алистиаза. Мы все говорим, ауузу билляхи мина шайтана Раджима. Ауузу, то есть прибегаю к Аллаху, вот прогоняемого шайтана. Ауузу. Истиаза, то есть ты просишь что? Просишь иаза, просишь прибежище, просишь защиты. Это поклонение. Если кто-то просит защиты не Аллаху, направляет этот вид поклонения к Аллаху, это шеркуль-акбар. Но, вспомните, мы говорили с вами, истиаза, истиана, истиаза, все они, что делятся на два вида. Там, где человек может, в пределах его возможности, там, где только Аллах, Субхану Аталию, может. Помните? Так вот, истиаза, в тех вопросах, которые находятся в видении Аллаха, Субхану Аталию, только если посвятишь не Аллаху, то это будет что? Шерк. Человек, например, боится чего-то, какого-то несчастья, и прибегает к защите какого-то святого. Это что? Это шерк. Какой шерк? Великий шерк, большой шерк. А шерк-коль-акбар. Кто тебя защитит от несчастья, кроме Аллаха, Субхану Аталию? А если есть какой-то сильный и влиятельный человек, и кто-то хочет совершить в отношении тебя несправедливость, какое-то притеснение, как-то ранить тебя, или побить, или еще что-то, и ты просишь у него защиты, то это допустимо. Допустимо. При наличии тех четырех условий, о которых мы говорили. Какой? Живой, присутствующий. Может. Четвертое что? Понимать, что это только причина. Доказательство, что истиаза, то есть просьба, прибежище и защита, это поклонение, и поэтому должно посвящаться только Аллаху. Какие суры в Куране? Фаляки. Аль-фаляк и ан-нас. Куль аузу би-рабби-фаляк. Скажи, я прибегаю к Господу просвета. Куль аузу би-рабби-нас. Скажи, я прибегаю к Господу людей. Прибегаешь только к Аллаху, Субхану Аталию. Муж реки. И до него. Они, когда оказывались в какой-то долине, незнакомой, находясь в пути, они делали истиаза к кому? К повелителю долины из числа джиннов. Из числа джиннов. И это только добавляло, что добавляло джинам, наоборот, дерзости. И они еще больше запугивали этого человека. Добавляли мы только страха и безумия. Истиаза только к Аллаху, Субхану Аталию. Аузу означает ищу защиты, ищу прибежище, ищу покровительство. Следующий вид поклонения какой? Аль-истигаса. Аль-истигаса. Опять что? Ист. Ист это что? Просьба. Просьба чего? Рауз. Что такое рауз здесь? Спасение. Когда ты оказался в каком-то крайнем, тяжелом положении, когда тебя нужно спасать. Истигаса. К кому обращаем мы? К Аллаху, Субхану Аталию. Истигаса, как истиаза, истиана, делится, мы говорим, на два вида. Где? В пределах человеческих возможностей. Где? За пределами человеческих возможностей. В видении Аллаха, Субхану Аталию. Там, где речь идет о вещах за пределами, человеческих возможностей, здесь истигаса только к Аллаху, Субхану Аталию. Если в человеческих возможностях, то можно просить спасения у человека, чтобы он помог, чтобы он спас. Можно при четырех условиях. Каких? Еще раз. Живой, присутствующий. Может. Может. И он причина. Да, способен. И он причина. Если он мертвый, и человек просит спасти, то это что? Это шерк. Это шерк. Это шерк Алякбар. Или тонет в реке, где-нибудь в наших краях, на Саллахе Вассаламу, знает какой-то есть праведный человек, ученый, шейх, где-нибудь в Таджикистане или в Узбекистане. И просит его, спаси меня, шейх, такой-то допустимо? Нет. Более того, что это? А шерк. Это был шерк Алякбар. Доказательство, что истегался, посвящается только Аллах Субхану Ата'аля. Истаста гейсуна раббакум фастаджабалакум. И вот вы попросили о спасении вашего Господа, и он ответил вам, суляль-анфаль, говорит Аллах Субхану Ата'аля. Случай нужды, например, тонет человек в море, может просить другого о спасении. Может. Того, кто на берегу, спасите, спасите, кричит он. Но при наличии вот этих четырех условий, пунктов, о которых мы с вами говорили. Если не будет хотя бы одного из пунктов, то дозволенное шариатом истегаса превращается в запрещенную. Можно превратиться и в шерк. Следующий вид поклонения. Заклание. Заклание или резание. Заклание животного или резание животного. По-арабски. Автор приводит довод здесь, аяты Сур-Алян-Ам. Мы с вами говорили раньше, если вы помните, что запах бывает скольки видов. Резание животного. Сколько видов? Три вида. Первый вид резания животного, это какое резание? Заклание. Резание ради Аллаха Субхану Ата'аля. Что сюда относится? Акика. Узухия. Курбан. Еще что? В хадже мы делаем, режем что? Гадий. Еще что сюда относится? Резать животного для раздачи мяса в качестве садака. Это резание ибада ради Аллаха Субхану Ата'аля. Если это делается не ради Аллаха, а ради кого-то еще, то это будет большой ущерб. Вводящий человека из религии. Второй вид резания какой? Дозволенное резание. Что это такое? Когда это халяль, это не поклонение, просто халяль. Это мубах. Режешь, например, овцу для чего? Мясо хочешь поесть. Сказал бессмерт, зарезал мясо. Не в качестве поклонения. Дозволено? Дозволено. Гостя хочешь угостить? Дозволено, дозволено. Хочешь зарезать, чтобы торговать мясом? Дозволено, дозволено. Режет барана. Мы спрашиваем, для чего режешь? Он говорит, семья, хочу, чтобы мясо поела. Мы говорим, дозволено и правильно. Хорошо? Режет, чтобы продать? Говорим, дозволено, правильно. Режет, чтобы накормить гостя, что говорим? Дозволено, а может быть говорим даже, что бывает и вадьб. Вадьб это уже из разряда чего? Оказание гостеприимства. Это второй вид. Третий вид. Резание животного ради кого-то помимо Аллаха с любовью и возвеличиванием. Это что? Это ширк. Какой ширк? Это большой ширк. Например, человек режет ради джинов. Хоть это будет курица, режет ради джинов, боясь, со страхом, с возвеличиванием. Это будет что? Ширк у лакбар. Большой ширк. Человек режет ради святого. На могиле, ради того, кто лежит в этой могиле. Это что? Ширк у лакбар. Проезжает правитель или проходит правитель, человек берет барана и перед этим правителем, перед ликом его проводит нож по горлу. Да, такое есть обычае в арабских странах. Возвеличивая правителя режет. Что это? Допустимо? Нет. Что это? Ширк у лакбар, от которого надо предостерегать людей. Знак возвеличивания особой любви к правителю делает эти вещи. Автор приводит в качестве доказательства аят и хадис. Скажи поистине молитва моя, намаз мой, и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть моя ради Аллаха, Господа миров. Нет у него сотоварищей. И это мне приказано, и я первый из мусульман. Вот этот вот великий аят в Коране. Куль, скажи. Это обращение кому? Кому Аллах Субхан Саля говорит, скажи. Скажи о Мухаммад, саллаху алейху асалям. Это обращение к Мухаммаду, саллаху асалям. И обращение вообще ко всем, кому это обращение может быть направлено. Это обращение и к нам с вами. Скажи. Каждый, кому может быть направлено это обращение Всевышнего, из мукеллафов, это обращение к Нему. Скажи. Что скажи? Инна, поистине, салла, ти, намаз мой, молитва моя. Молитва моя. То есть все телесные виды поклонения. Телесные деяния. Самым великим из телесных деяний, из деяния тела, является самое важное из деяний, которое человек совершает органами, является намаз. Поэтому Аллах, субхану асалю, упоминает, что намаз, салла. Кулинна салати. Скажи мой намаз. Но здесь имеется в виду не только намаз. Имеется в виду, что вообще все телесные виды поклонения. То, что мы совершаем органами, самое главное из этих видов поклонения намаз. Кулинна салати. Скажи мой намаз. Ва нусуки. Ва нусуки. Мое жертвоприношение. Насика. Что такое насика? Насика это резание, заклание животного. Речь идет здесь вообще, если там о телесных видах поклонения, то здесь о каких? Об имущественных видах поклонения. Когда человек поклоняется Аллаху, тратя имущество ради Аллаха, субхану асалю. И одним из самых важных видов имущественного вида поклонения является что? Жертвоприношение. Насика. 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 Резание. Забах. Курбан. Из лучших видов поклонения. Из самых важных видов поклонения Аллаху, субхану асалю. Итак, мой намаз. То есть телесные виды поклонения. В нусуки. Жертвоприношение. То есть имущественные виды поклонения. Ва махьяя ва мати. Жизнь моя и смерть моя. Я живу, я умираю на том, находясь на том, что приказывает мне Аллах, субхану асалю. Я не распоряжаюсь ни своей жизнью, ни своей смертью, как я хочу. Только так, как Аллах, субхану асалю, хочет. Ты раб. Ты раб Аллаха. Поэтому ты должен непременно покориться полностью, подчиниться воле Аллах, субхану асалю. Итак, намаз мой. Жертвоприношение мое. Жизнь моя и смерть моя принадлежат ради кого? Аллаха. Принадлежат Аллаху. Ради Аллаха. Это что? Это таухид. Это ихляс. Искреннее поклонение Аллаху. Ихляс. Мы называем его таухидом, называем его ихлясом. Ради Аллаха. Это ихляс. Дальше что? Господа миров. Лилляхи раббил алямин. Ради Аллаха. Господа миров. Ихляс. Если это было ихляс, то теперь мы говорим причину ихляса. Аллах, субхану асалю, упоминает причину ихляса. Почему намаз, жертвоприношение жизни, смерть, все ради Аллаха. Почему этот ихляс? Потому что он раббил алямин. Потому что он господь миров. Зарастивший тебя и все миры. Причина ихляса и таухида то, что Аллах, субхану асалю, он господь миров и творец миров. Ля шарикала. Нет у него сотоварищей. Ни в господстве, ни в поклонении, ни в именах и атрибутах. Обязали каумирту. И это мне приказано. Скажи, это мне приказано. Ихляс. Таухид. Это мне приказано. Это доказательство на резание, на заклание, как вид поклонения из Кур'ана. Аят. И в хадисе, приводится хадис, где сказано. Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллаху. Кто зарезал не ради Аллаха, Аллах того проклял. Каким резанием, каким видом? Которое является поклонением. Если это дозволенное для еды и так далее. Это что? Другой вопрос. Что такое проклятие? Проклял Аллах того, кто зарезал не ради Аллаха. Что значит проклял? Что такое проклятие? Удаление от милости. Да. Проклятие это изгнание человека от милости Аллаха. Это удаление его от милости Аллаха. Вот кто режет не ради Аллаха, животное, с любовью, с возвеличиванием особым, тот, чего заслуживает проклятие Аллах, да упасет Аллах. Это значит, изгнан будет от милости Аллаха. Последний вид поклонения, который упоминает чейх, Назар. Назар. Обет. Обет. И приводит в качестве доказательства аяты соль нинсан. Юфуна бинназарева, яхафуна, яуманка, анашару мустафыра. Они исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетается, то есть распространяется. Великие ужасы в этот день будут, в день суда. Они исполняют обеты, боясь этого дня. Это Аллах, субхангар, хвалит верующих людей. Обет по-арабски Назар. Назар. Двух видов бывают, запоминаю. Два вида обетов. Обет, посвященный Аллаху. Обет, посвященный не Аллаху. То есть по своей словесной форме обеты, они похожи на клятвы. Можно ли клясться не Аллахом? Можно ли клясться человеку не Аллахом? Нельзя. Что это? Щерк. Какой щерк? Малый щерк. Малый щерк. То есть не выводит человека из Ислама. Если человек умрет, не покаятшись в нем, некоторые ляма говорят, может быть, Аллах простит. Другие говорят, нет. Нет, поскольку это щерк, пусть и малый, обязательно будет наказан. Обязательно будет наказан в аду, но потом выйдет, поскольку это щерк малый. Потому что сказано, что Аллах не прощает щерк. Не сказано, большой или малый. Щерк вообще. То есть не покаялся, в нем умер, обязательно понесешь ответственность. Но посвященный Аллаху. Как бы то ни было, клятва не Аллахом запрещена, она является щерком. Малым щерком, но может быть и перерасти и в большой щерк. В зависимости от того, насколько человек возвеличивает того, кем клянется. Так вот, Назар, он похож на клятву по своей форме. Когда человек клянется, Аллахом говорит «Валлахи». Клянусь Аллахом, «Валлахи». Если не Аллахом, то вместо слова «Аллах» говорит, например, «Вон неби». Говорит «Вон неби», «Клянусь пророком». Хорошо? Я еще раз говорю. По совестной форме обед похож на клятву. Там, когда клянется, либо говорит «Валлахи», либо, если это клятва, Касаржа Шашир говорит «Вон неби». Здесь говорит «Лилляхи алейя назар». «Лилляхи алейя назар». «Ради Аллаха на мне обед». Ну, что я, например, буду поститься три дня, или зарежу животное, и раздам мясо, и так далее. «Лилляхи алейя назар». То есть он обетует, он обещает что-то ради Аллаху спадать сделать, что, в общем, для него не вачб. «Лилляхи алейя назар». «Ради Аллаха на мне обед». «Назар». Или вместо «Лилляхи» говорит «Лилляхи алейя назар». «Ради Джибрилля на мне обед». Или «Лил валий фулян алейя назар». «Ради такого-то валия», то есть святого, праведника, пира, азиза, в разных странах по-разному называется, «Ради него что? На мне обед». То есть по соответственной форме похоже. Хорошо? Там «Валлахи» или «Ваннеби» здесь что? «Лилляхи алейя назар» или «Ли Дибри алейя назар». Или «Линнеби алейя назар». Понятно. По словесной форме. Но по хукму, то есть по отношению ислама к этому, по суждению ислама об этом, улема говорят, отличается. Хукм не одинаков. Если то, клятва не Аллаха, мы говорили основа, что это что? Малый ширк, то есть здесь мы говорим большой ширк. Аш-ширкуль-акбар, посвящение обета не Аллаху, это большой ширк. Посвящает дибрилю, посвящает праведнику, посвящает гробнице. Почему это большой ширк? Улема говорит, да потому что невозможно посвящать кому-то обет, деяние я совершу ради него какое-то. Невозможно без того, чтобы не возвеличивать тому, кому посвящает обет, как возвеличивает Аллах, наравне с Аллахом. То есть если кто-то посвящает обет дибрилю или посвящает праведнику, от чего, почему? От того, что он возвеличивает, возвышает этого праведника, так же, как возвеличивает Аллах, а это великий ширк. Это ширк куль-акбар, большой ширк, который обязательно требует покаяния. Если не покается человек, все, не будет прощен никогда Аллах. Значит, никогда не выйдет из ада, да упасет Аллах. Настолько все страшно. Пусть это обет какой-то маленький. Обетовал муху зарезать. Никогда не выйдет из ада, да упасет Аллах. Подробности этого, назар, обеты, какие виды обетов бывают, это мы, иншаллах, пройдем, когда будем изучать какие-то обетов, это сейчас в общем. Итак, мы закончили с вами изучение первой основы. Первой основы. Какой основы? Из трех вопросов, которые был задан человеку в могиле, Ман Раббок. Кто твой Господь? Кто твой Господь? Иншаллах, вторую основу мы начнем изучать на следующем занятии. Ва саллаху саляму аля Мухаммаду аля али и саби и жмаин. Ва хамзиллях, раби рамм.